Путин готовит теракты. Один из сценариев лежит в Кремле на столе, говорит представитель главного управления разведки Украины Юсов. Мы уже неоднократно видели историю управления Путина, как их власти и спецслужбы использовали разнообразные провокации и теракты против собственного мирного населения. Те угрозы, которые есть внутри России, идут прежде всего от самой российской власти. Как вы думаете, может ли Путин действительно устроить что-то подобное в канун выборов и зачем ему пугать своих людей? Путин может устроить все, что угодно. Он с этого начинал. Я вам напомню, что в 1999 году, когда его назначили премьер-министром, он ушел из директоров ФСБ, оставил там на хозяйстве Патрушева. И первое, что они сделали, они устроили взрывы своих собственных людей и создание атмосферы террора для того, чтобы Путина потом избрали. Ну, сначала, чтобы ему дать возможность начать активизировать Чеченскую войну, а для того, чтобы потом его избрали президентом. Поэтому, в общем, здесь ничего нового нет. Это многократно, кстати, дальше было теракт на Дубровке в театре, Беслан. Это все за ними, за всеми торчат огромные уши путинских спецслужб, прежде всего ФСБ. Ну, а там использовали они какие-то там прокси, там, я не знаю, чеченцев и так далее. Это уже детали. Вот, в 2018 году тоже, накануне выборов, он устроил, правда, не совсем теракт, но все-таки он устроил показательную расправу над Скрипалем, Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Лондоне. Это была тоже публичная казнь, которая была организована Москвой. Исполнители приехали прямо, ну, не скажу прямо из Кремля, но прямо из Москвы, купили билеты Москва-Лондон. Вот, сделали свое черное дело и уехали обратно. Это была никакая не операция спецслужб, это была абсолютно-абсолютно публичная казнь над людьми, которые якобы, так сказать, считались как бы предателями. Вот, так что у Путина в этом смысле все отлажено, и мы помним и расправы над Литвиненко, и над Политковской. И таких имен можно назвать, там, десятки, да, и в последнее время даже убийство Навального, потому что это было действительно убийство Навального, потому что Навальный умер. Вот, вы знаете, там, кто там, Нарышкин, да, мы обсуждали с вашими коллегами, что Нарышкин сказал, что, ну, а Навальный умер, да, своей естественной смертью. Нет, естественной смертью в 47 лет в нормальных государствах молодые люди не умирают. 47 лет – это молодой человек. У нас по европейским понятиям, там, в 65 лет люди считаются, в общем, не такими старыми. Да, Байдену 81 год, да, если сравнивать его с Путиным. Вот, и Трамп, потому что там уже сейчас 77, скоро будет 78. Вот, так что с Путиным в этом смысле ничего, ничего нового как бы не бывает. Ну, понятно, для чего это делается. Прежде всего, сейчас, мы ждем, прежде всего, истории воскресенья 17 марта, полдень против Путина. И с ним, вот с этой акцией, которая является очень ироничной и одновременно блестящей абсолютно задумкой, потому что с ней сделать ничего нельзя. Запретить людям идти на участки нельзя, запретить именно в 12 часов нельзя. Все эти очереди, если они составиваются, они очень визуальны. Это мы видели на похоронах Навального, это мы видели на сборе подписей у Надеждина в январе месяце. И поэтому для Путина единственным выходом является что? Устроить какую-нибудь, какую-то бяку такую террористическую. Вот, и потом сказать, что, вот видите, у нас такие, значит, обстановка напряженная. Поэтому отменяем, ну, отменить выборы не могут, потому что, как бы, хотя могут и отменить выборы. Кстати, вы знаете, это предусмотрено в российском законодательстве. И я вам напомню, что Путин же подписывал в указ, что Российская Федерация находится в состоянии войны практически с Украиной. Да, там, значит, военное положение объявлено на всех захваченных украинских территориях, а также на приближающих, на приближающих, вот по-русски уже забыл как это слово, прилежащих областях Российской Федерации, приграничных с Украиной, там, 7 областей, и плюс еще там порядка 20 областей центральной России, а потом потенциально на всей России. Вот. Ну, правда, вот сегодня нам стало известно, мы с вами записываем нашу передачу во вторник 12 марта, нам стало известно, что Украина немножко помогла Путину в этом деле, потому что Шухер наделывал и своими беспилотниками, и РДК, так сказать, уже там, и Корпус Свободная Россия, и Сибирский батальон, вот, которые тоже пересекли границу, и пошли, там, объявили о своем походе, новом походе на Москву, вот, втором походе после Приворужинского. Они сказали, что они как раз и идут на эти так называемые выборы, потому что нужно им точно сделать то, что не может сделать оппозиция в России, поэтому они призывают не просто идти на этот полдень, да, а призывают присоединиться к этому РДК, к Легиону Свобода России, и свергать власть Путина уже вооруженным путем. По поводу самого Путина, да, и то, что он все-таки, наверное, там, немножечко сейчас дрожит после этих всех историй, тут Скобеева сообщает, что Путин самый защищенный человек в мире, и его охраняют 50 тысяч агентов. А помогут ли ему эти 50 тысяч? Вы знаете, это действительно так. ФСО действительно, ну вот Скобеева, поскольку сказала, она разгросила военную тайну, потому что, если вы посмотрите справку в Википедии про ФСО, там написано, что, значит, насколько я помню, структуры вроде более-менее известны, но неизвестна численность этого подразделения. Вот, обычно говорилось о 30-40 тысячах человек, которые работают в федеральной службе охраны. Ну, вот Скобеева сказал, что у Скамейкина, что 50. Тем более, значит, целая армия охраняет Путина, правда, ФСО охраняет не только Путина, а это организация, которая охраняет также Государственную Думу, Совет Федерации, Кремль, Патриарха Московского и всей Руси, Кирюху, не менее, как его там, вот видите, фамилии забываются даже. Вот, ну, поскольку он никакой не патриарх и не христианин, то и бог с ним. Гундяева. Гундяева, да, Кирюху Гундяева. В миру Гундяева, да, потому что он Владимир Гундяев, а в миру, а, значит, имя ему святой как бы патриарх, но он никакой не святой, не патриарх и не верующий. Вот, но Скобейкина забывает самую главную вещь. И мы с вами, кстати, ее неоднократно уже обсуждали в наших эфирах, и когда у меня спрашивали, а вот может ли кто-то там Путину там прорваться, потому что он такой охраняемый. Я ему говорил, что прежде всего для него опасность представляют именно эти 50 тысяч человек, которые его охраняют. Потому что у них у всех есть оружие, любой из них может взять свое табельное оружие, свой табельный ПМ, или там, я не знаю, у них там теперь новый пистолет, в новых системе существует, вот, и взять и просто ему пустить 9 грамм в лоб, или там 7 чего-то там грамм, потому что у них разные патроны есть. Вот, так что ему надо бояться как раз этого, ему надо бояться еще больше. То есть вот Дмитрий Кочнев, директор ФСО, и Алексей Рубежной, его заместитель, который является одновременно руководителем службы безопасности президента, потому что тоже такая есть, внутри вот этих 50 есть 5000 человек, которые вот непосредственно занимаются охраной Путина. То есть, с одной стороны, они вроде бы его охраняют, но вы же понимаете, что это всегда палка о двух концах. Вот, вы знаете, обычно люди, которые говорят про петенциальную систему, говорят, вот там, допустим, бандиты сидят в тюрьме, да, а вот типа охранники, которые из ФСИНа, которые их охраняют, они же тоже в этой же тюрьме сидят, да, просто они делают вид, что они с внешней стороны камер, но на самом деле они всю жизнь проводят в той же самой тюрьме. Они такие же сидельцы, как и те, кого они охраняют. И вот так же у Путина. Значит, у него эти охранники, они одновременно для него создают золотую клетку, потому что он из этой золотой клетки выйти никуда не может. Потому что как только он выйдет, вот представляете, что с ним будет, если, не дай бог, он выйдет куда-то просто пешочком, там, я не знаю, захочет себе купить там мороженое какое-нибудь, там, бутылку пива, да ему там в ближайшей пивнухе просто первый алкаш разобьёт бутылку пива об голову и скажет, ты чего, сволочь, елаешь 25 лет. Ну вот, так что для него, конечно, главные люди, которые представляют для него одновременно и охрану, и одновременно самую главную опасность, это Кочнев и Рубежной, и все вот эти, как говорят там, агенты, но агенты, это, знаете, это по-буржуазному, потому что у нас агент – это человек, который добровольно работает на спецслужбе. У нас не называют агентами сотрудников спецслужб, нас называют офицеры или кадровые сотрудники спецслужб. И вот это ФСО и служба безопасности президента – это как раз все самые люди, которые могут в любой момент нас избавить от Путина. Мы – наконечник копья, который пронзит Путина. Представители русских партизан, которые устроили рейды в два региона РФ, они рассказали о своих политических целях атаки. Рейды, в которых поучаствовали сразу три подразделения – это Легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон. Они не случайно прошли перед выборами, рассказал из Легиона Свобода России Алексей Барановский. И он говорит о том, что, как я уже ранее сказала, призывает всех объединиться, поддержать нашу борьбу. Ну и кроме того, поселок Теткино, это Курская область, остается под контролем партизан. Бойцы не собираются из него уходить. Ближайшая ночь в Курской области будет непростой. А как вы думаете, вот об этом Путину вообще доложили или он даже не в курсе, что такое происходит? Да вообще черт его знает, потому что Путин вообще живет, конечно, в каком-то своем мире. Мы это видим последние месяцы, у него нет никаких сомнений. Он нам там рассказывает какие-то сказки Кауссену Такеру, Такеру Кауссену про историю какую-то там и так далее. То есть я не исключаю, что ему, если и доложили, то доложили в каком-то том ключе, в каком это было опубликовано, кстати, на государственных сегодня каналах. Потому что ФСБ и РИА Новости, и ТАСС, они сказали, что типа, ну чего-то там было, но уже всех убили, уже там 100 человек убили на границе, там сколько-то танков там подбили и так далее. То есть все уже рассосалось. Как Путин говорил. Да, да, 10 тысяч танков. Мы, с другой стороны, со своей стороны смотрим, значит, на здание Белгородской региональной администрации, где отлетели все буквы, где прям во вход попал, очевидно, то ли беспилотник, то ли какой-то снаряд, значит, выбиты окна и так далее. А Путин, значит, они там рассказывают, что всех все нормально, ничего, все хорошо, все замечательно и все прекрасно. Вот. Ну, это, вы знаете, здесь сказать до конца, какой информацией владеет Путин и что ему там докладывают, довольно сложно. Вот. Но я не исключаю, кстати, что ему доложили, но доложили, как всегда. То есть я убежден, кстати, что ему докладывают, что российские кинжалы попадают в цели на Украине. Он не знает, что вы их можете сбивать системой Патриот. Кроме того, власти Курской области, они решили запретить распространять фото и видео с передвижением вооруженных сил, военной инфраструктурой, с критически важными объектами. Запрет касается информации о местах обстрелов, использования оружия и ПВО. И говорят, что исполнять это решение должны все граждане, находящиеся в регионе. Кстати, Соловьем, он тоже давно кричал, что нужна военная цензура, нужно запретить всем публиковать видео прилетов и тому подобное. Но как вы думаете, что они хотят скрыть таким умолчанием? Все-таки все равно же все и так все увидят. Ну, как все увидят? На государственном уровне, на государственном телевидении, российском, никто ничего не увидит, потому что это ничего не показывает. Да, увидят люди, которые подписаны на телеграм-каналы, увидят люди, которые смотрят наши передачи на Ютьюбе, а такие и есть, таких довольно много. У меня на моем канале половина зрителей из России, так что они в курсе всего этого дела. И, кстати, обратите внимание, вот в этом сообщении был упомянут этот указ Путина, о котором я вам говорил, и там вот было написано среднего уровня реагирования. То есть это вот то, что я вам напоминал, что по всей территории Российской Федерации объявлено военное положение, но вот в этих областях средний уровень. То есть самый высокий уровень на оккупированных территориях, а вот в этих областях средний. Потом еще чуть подальше, ну там 4 градуации этого дела. Потенциально Путин вообще может отменить выборы. Потенциально, потому что в Российской Федерации то же самое законодательство, что и в Украине. Вот в Украине мы же знаем, что президентские выборы, кто-то там говорил, надо проводить. На самом деле украинское законодательство прямо запрещает проводить выборы президента и вообще выборы во время войны, что абсолютно логично и естественно. А Путин все-таки продолжал долбиться в стену, и он устраивал в прошлом году выборы, в том числе и на оккупированных территориях. Ну мы понимаем, что никакие это не выборы, потому что именно поэтому это и запрещено, потому что если летают какие-то снаряды, то значит вы не можете организовать нормальную кампанию, то значит вы не можете организовать нормальную информацию людей, в голосовании и так далее. То есть просто безопасность нельзя организовать. Поэтому это не потому в Украине, что мы все любим Владимира Зеленского, а потому что ситуация такая. Вот когда победите Российскую Федерацию, вот тогда и будете думать о выборах. И то же самое в Российской Федерации. Путин, кстати, может воспользоваться этим делом, но вот посмотрим, осталось там совсем несколько дней до его переназначения официального. Ну он, кстати, вроде бы наоборот готовится, таким публичным стал, кругом ездит, все смотрит, показывается. Ранее такой публичности как-то не особо было. Тут, наверное, все-таки готовится к выборам. Ну, конечно, готовится, да. Конечно, естественно, надо было что-то там показать. Ну, хотя мы же понимаем, что там где Путин, а где двойник, потому что мы с вами обсуждали с вашими коллегами, что вот я убежден, потому что никаком истребителе, никакой настоящий Путин не летал и на бомбардировщике. Да, что его там показали, может быть, в лучшем случае залезающим по этой лесенке и потом слежающим с этой лесенки. Вот, а там сама камера внутри показывала уже двойника или там человек похожего на Путин. А вот если вы говорите, что Путин может воспользоваться и отменить эти выборы, как будут реагировать россияне? Он же призывал тоже идти голосовать там. Ну, здесь никто ничего сказать не может, потому что вообще нет никакой социологии. Мы не знаем, как россияне будут реагировать, потому что мы знаем, что есть россияне, которые против этого всего дела. Даже по официальной, кстати, социологии, там треть россиян против войны. Вернее, даже так, две трети против войны и хотели бы, чтобы она закончилась. А треть даже согласна на то, чтобы она закончилась с потерей всех захваченных украинских территорий. То есть это даже по их социологии существует такая, это такие цифры. Вот, но как, где, чего будет народ реагировать, никто никогда не может сказать, тем более в стране, в которой уничтожены все обратные связи, все лифты и все обратные связи через медиа, через какие-то, через социальные опросы и тому подобное. А что бы вы порекомендовали россиянам делать в воскресенье? Вот нужно ли идти им на ту акцию «Полдень против Путина» или рвать бюллетени, или все-таки ставить, но только не за Путина? Я считаю, что нужно делать абсолютно все, что люди хотят делать, но самое главное, что нужно идти. И именно в 12, то есть самая главная вещь, это надо визуально показать, потому что, вы знаете, есть старая поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или там 200 раз прочитать. Вот, один раз услышать, а это абсолютно законная акция, и ее не использовать будет просто, ну, обидно, потому что никто вам не может запретить в 12 часов прийти на избирательный участок. Вы можете не голосовать там ничего, то есть никто вас не заставляет голосовать за Путина, никто вас не заставляет отдавать голоса за кого-то, за кого вы не хотите отдавать голоса. Но прийти – это минимум того, что надо сделать. Прийти, постоять, уйти, в крайнем случае. Вот, но на самом деле, безусловно, важно сделать еще какие-то… Что хотите? Хотите, голосуйте за любого, только не за Путина. Хотите, портите бюллетени. Хотите, ставьте галочки всем. Хотите, пишите Навальный. Хотите, пишите Папа Римский. Хотите, пишите, там, я не знаю, Марсиане. Что угодно. Хотите, ломайте эти бюллетени. Ну, то есть там, естественно, только жречи нельзя, потому что иначе вас выведут и арестуют. Вот, но все в рамках законных методов, это все хорошо, потому что все, что против Путина, все за нас. Еще одну тему хочу с вами обсудить, это то, что Затвайнкорд 13 воскрец. После шумихи в сети военный блогер Егор Гузенко, он опубликовал видео о провержении своей смерти, потому что накануне все писали, что якобы в него там или ракета прилетела, или кто-то расстрелял, или кадыровцы. Но вот он говорит, что это все постанова была устроена для выявления агентов ГУР, работающих в тылу. Давайте послушаем. Я думаю, самое время, чтобы воскреснуть. 15 минут первого на моих часах, 12 марта. Все, что сейчас происходило, и все, что вы могли наблюдать, это результат проведения специальной операции по выявлению и нейтрализации агентов ГУР Украины, которые действовали, работали в нашем тылу. О деталях всего этого знали фактически. Ограниченный круг лиц, который непосредственно в этом участвовал, обо всем, о всей правде не знали даже мои родители. Прошу простить, братцы, кого заставил попереживать. Закрывать шампанское, закупоривать назад, теперь его там куском сала затыкать. Я думаю, шампанское мы еще откроем, потому что мне интуиция подсказывает, что это была репетиция того, что все-таки его скоро уберут, и он обязательно поедет на концерт к Кобзону. Но а вообще, что это было? Это какой-то более между собой к разборке российских спецслужб или действительно они там пытались выявить агентов ГУР? Вы знаете, поскольку этот человек в публичном пространстве находится, то у него наверняка его жизнь зависит от количества людей, которые его смотрят, лайков и так далее. Я вообще не исключаю, что этот человек сам себя разыграл, чтобы словить хайп, чтобы просто сказать, что вот на меня покушение, видите, какая я значимая фигура, и, значит, на него теперь начнут подписываться, потому что есть на него покушение, то надо его почитать, надо его посмотреть и так далее. Исключать этого абсолютно нельзя. Хорошая версия. Кстати, об этом даже не подумала. Но еще есть новости о том, что отправили в отставку главнокомандующего военно-морского флота России Николая Евменова, и говорят, что заменит его адмирал Александр Моисеев, который командовал Северным флотом оккупантов. А это что? Признание Путина, что он проиграл войну в Черном море, или почему эти отставки, и помогут ли они ему? Ну, это, конечно, они могут выдавать это как за обычную смену, потому что, в принципе, у них всегда командующий Северным флотом, кстати, Евменов был до этого командующим Северным флотом тоже, всегда становится новым главкомом ВМФ, но, в принципе, это довольно сложно выдать за простую отставку, потому что предыдущий человек, вот предыдущий командующий, я уже там не помню его фамилию, это не имеет никакого значения, который был там, по-моему, в 18-19 году, его отправляли в связи с тем, что он достиг предельного возраста 65 лет, хотя вообще сейчас могут продлить до 70 военному на действительные военные службы. Вот, у Евменова это не получается, потому что ему 61 год всего, то есть он еще мог бы служить там три года или три с половиной года до своих 65 лет, и то, что его поменяли, это, конечно, показывает, что Путин им недоволен, но, с другой стороны, вы знаете, это не значит, что его там сошлют куда-нибудь, его назначат точно так же, как вот была отставка, значит, командующего Тихоокеанским флотом, ну, вот там сказали, что вроде он достиг типа предельного возраста службы 65 лет, и назначили его начальником каких-то там учебных подразделений Министерства обороны. Вот, и здесь его тоже назначат на какую-нибудь там должность, я не знаю, там. Раньше, вы знаете, у любого человека, у которого большая звезда при Советском Союзе была, то есть генерал армии, ну, сначала генерал армии, это было четыре звезды, а потом сделали одну большую, как маршерскую. Вот, их всех перенаправляли в такую специальную инспекцию, генеральскую инспекцию при Министерстве обороны. То есть, грубо говоря, это называлась райская группа, там, группа советников или группа консультантов при Министере обороны, где они просто получали деньги, имели формальную должность, нифига не делали, и два раза в год ездили там с какими-то инспекторскими поездками по воинским частям и были очень довольны. Вот, я думаю, что в Министерстве обороны в нынешнем существует такая же райская группа какая-нибудь, то есть, его назначат, вот туда переведут, и все, и на этом закончится. Потому что Путин не любит, на самом деле, менять, то есть, он не любит никого сажать, он не любит никого наказывать. Ну, вот сняли, вы знаете, от переменами слагаемых, ну, вот одного, там, адмирала назначили на место другого, что от этого изменится? Вот предыдущие командующие в Головкома ему, значит, вменяли в вину то, что он якобы там плохо строил военные корабли. И будете смеяться, когда его сняли, куда его назначили, его сделали советником в какую-то судоверфь главную, которая строит эти корабли. То есть, грубо говоря, его просто перевели на более хлебную должность. Единственное, что у него власти теперь нету, потому что он не командующий, и он теперь не военный. Так что, в общем, это все фигня. Но, с другой стороны, у Путина, на самом деле, сейчас есть явно совершенно проблемы, потому что есть еще один военный, гораздо более значимый. Ну, заканчиваясь этими с морскими начальниками, конечно, когда у вас там каждую неделю Украина долбит какие-то военные суда значимые, в том числе самые последние, то рано или поздно Главкома ВМФ надо снимать, потому что, ну, чего-то там не то, в этом датском королевстве. Вот. Но у Путина, на самом деле, вообще в армейских делах довольно большой швак, потому что одновременно еще появилась информация о том, что сменился начальник тыла. А вот это очень значимое изменение, потому что это человек, который отвечает за всю логистику Министерства обороны, и в частности за логистику того, что происходит на войне в Украине, и его уже поменяли за последние полтора года третий раз. Вот. И вот это как раз более значимая отставка, чем этот самый главком ВМФ. Ну, я думаю, меняй там, не меняй, все у них не поменяется в результате, потому что уже глава ГУР Буданов сказал, что операции в Черном море будут продолжаться. ГУР готовится к серьезной операции в Крыму, и говорит Буданов, что нынешние боевые миссии военной разведки в Черном море являются подготовительными мерами к серьезной операции. И это заявление уже очень не понравилось российским пропагандистам. Предлагаю послушать, что они говорят. Буданов действительно только что заявил, что в самое ближайшее время усилятся атаки на российский Черноморский флот. он это связывает с тем, вот этот вот конкретный террорист, с тем, что они планируют, как они выражаются, деоккупацию Крыма. Мы пытаемся прощупать маршруты поставок и потребления того оружия, которое прямо сейчас доставляют до российского Крыма, чтобы в назначенный час, сказал, что это произойдет в ближайшее время, ударить по полуострову. Я думаю, мы обязательно это сделаем. Тут, кстати, сейчас хорошие новости приходит политика, пишет, что США объявят о намерении отправить Украине ракеты Атакамс в рамках нового пакета военной помощи, поэтому эти ракеты точно полетят в Крым? Да, ну ракеты, я бы сказал, вы знаете, меня эти сообщения немножко напрягают, потому что я предпочитаю, чтобы нам приходили сообщения о том, что ракета Атакамс куда-то прилетела и что-то уничтожила, а не то, что нам рассказывают, что когда-нибудь их куда-нибудь отправят в Украину. Вот, потому что вам уже четвертый месяц объявляют, что когда-нибудь вам подпишет Соединенные Штаты Америки бюджет в 60 миллиардов, чтобы новой помощи и так далее. Вот, вы знаете, давайте лучше дождемся уж реального, реальных подставок, и потом будем радоваться тогда, когда эти реальные ракеты дойдут и покажут свою эффективность. И, кстати, то же самое дело, вот вы знаете, это не к тому, что я Скамейкину поддерживаю и российских пропагандистов, но меня, как бывшего старшего офицера службы внешней разведки и нелегальной службы, удивляют, на самом деле, публичные выступления руководителей спецслужб, потому что, вы знаете, вот в прошлом году весь 23-й год довольно много украинских военных начальников постоянно говорило о контрнаступлении, куда собираются, где собираются и так далее, а контрнаступлений в итоге не получилось. И вот, мне кажется, что и Кириллу Буданову было бы лучше в тиши своего кабинета делать реальные какие-то акции, и мы бы смотрели на результаты этих акций, потому что если, понимаете, в войне, в войне искусство войны это не только, я, конечно, понимаю, что это возможность создать нервозную обстановку для противника, то есть это пропагандистская работа и так далее, но искусство войны это еще и сокрытие планов военных реальных, поэтому, когда вы противнику предупреждаете, что вы собираетесь против него проводить какие-то акции, он будет к этому готовиться, и, соответственно, эти акции будут менее результативны. И в этом смысле я бы предпочел, чтобы Кириллу Буданов лучше бы работал в тиши кабинета, чтобы мы его практически не видели, видели на экране телевизора, а видели только результаты его работы. Попробуем ему передать это сообщение, но вот, кстати, я думаю, что это все-таки, знаете, такая информационно-психологическая операция, действительно, чтобы там они немножечко потревожились, а по поводу того, что Крымский мост, он будет уничтожен, ну, мне кажется, тут так, говори об этом, не говори, одни и так уже об этом знают. Крымский мост, это вообще символика, это вот мало очень больших символических объектов, вот Крымский мост, это абсолютный, абсолютный символический объект, и больше того, даже многие эксперты говорят, что вот можно будет говорить о крайнем переломе в течение войны, тогда, когда Крымский мост падет. Вы знаете, Крымский мост, это, ну, типа того, что вот во Вторую мировую войну, чем стал Сталинград, вот Сталинград, после Сталинграда, когда там немцев окружили армию Пауриуса, и, значит, там ее взяли в плен, и Сталинград устоял, то вот это было для Сталина там и переломом в ходе Второй мировой войны. И здесь я считаю, что вот если, когда Крымский мост падет, то это будет психологическим переломом в войне Украины в защите своей земли и в освобождении своей земли от расистских захватчиков. По поводу ракет-атакам, которые должны якобы отправить Украине, тут я в каком контексте? Мы же помним, что Великобритания недавно предложила Германии такой кольцевой обмен, но Шольц ни в какую говорит, я не буду передавать Таурус Британии, Британия потом не будет передавать нам свои штурмшеду, но была же такая версия, что если сначала передадут атакам Соединенные Штаты, то потом и Шольц вроде как разблокируется. У Шольца отдельная своя история. Англичане нашли очень тоже интересное предложение, потому что предложение англичан, оно просто Шольца ставило в неловкую ситуацию, потому что теперь, когда он это сказал, то, что последнее вы озвучили, он получился, что он просто озвучивал отговорку, а нереально называл причину, по которой Германия не хочет передавать Таурусы. Потому что он сказал, что мы не можем Таурусы передавать, потому что там нужны наши военнослужащие, плюс наше оружие на территории Украины, которое потенциально можно использовать чуть-чуть для ударов по Кремлю, для нас это неприемлемо и так далее. Англичане сказали, нет проблем, вы нам тогда отдайте Таурусы, а мы свое оружие передадим украинцам. И когда Шольц теперь говорит, а нет, мы и англичанам не хотим передавать, получается, что он на самом деле трындун, если мягко сказать, но все поняли, что какое настоящее слово можно было бы сказать про Шольца. И таким образом получается, что он ищет просто отговорки, отговорки искусственные, потому что то, что Германия, но с другой стороны это довольно странно, потому что Германия обязалась в этом году передать вам военные помощи и другой помощи на 8 миллиардов евро. Они сказали, что они даже удвоят ту помощь, которая была запланирована на уровне 4 миллиардов и сделают 8, это было неоднократно подтверждено. А тогда, если он не будет передавать это, то что, опять каски и бронежилеты немецкие вам, что ли, будут передавать? Что вам будут передавать? Вам нужно летальное оружие, вам нужно оружие, которое помогает противостоять российской агрессии. А каски и жилеты, я так думаю, что и другие какие-нибудь страны поменьше могут вам передать. Да, но мы все-таки надеемся, что и помощь в Соединенных Штатах разблокирует и Шольц. Возможно, после того, как атакам сынам передадут, тоже все-таки передаст нам Таурусы. Но будем дожимать их и благодаря нашим с вами стримам, потому что тут еще и Макрон присоединился активно к тому, что нужно отправлять войска. Вот, кстати, что по поводу этого говорят французы? Они готовы к тому, что Макрон все-таки отправит своих военных в Украину? Ну, я уверена, что не на переднюю часть фронта, возможно, там учить или разминировать, как предполагалось, но все же. Мнения разделились. Есть люди, которые согласны с этим, есть люди, которые категорически не согласны с этим делом. У нас сегодня, вот когда мы с вами пишем нашу программу, идет обсуждение в парламенте, потому что это правительство Франции вынесло это обсуждение от имени президента и премьер-министра в парламент, где должны высказываться все фракции. Макрон на прошлой неделе, кстати, встречался с руководителями всех политических партий французских и рассказывал про свои инициативы. Но на этот момент, когда мы с вами записываем нашу программу, еще окончательного решения нет. У голосования я еще не знаю, чем закончилось голосование, поэтому, к сожалению, я вас не могу проинформировать, чем закончилось. Но есть две противоположные, абсолютно крайние точки зрения. С одной стороны, некоторые люди говорят, что это правильно и что это надо делать. И с другой стороны, есть политические течения во Франции, которые говорят, что это абсолютно невозможно, это бесцельно, это неправильно. Макрон втягивает Францию в войну с Российской Федерацией. Вот будем смотреть и в следующих наших эфирах обсудим, чем закончится это обсуждение и голосование в парламенте Франции. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за этот эфир, за разговор, за то, что нашли время для нашего стрима. Ну и всем, друзья, я желаю хорошего вечера и дня и призываю поставить лайк этому видео, напишите обязательно комментарий свой и также подпишитесь на наш YouTube-канал и на YouTube-канал Сергея Жирнова. Всем спасибо за внимание, желаю только хороших новостей, берегите себя, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok